Эта программа говорит губерния, но вот мы и добрались до такой темы, которая будоражит родительское сообщество Хаваровского края, ну, наверное, уже дня три точно. О чем только не пишут и в социальных сетях, а уж что происходит в родительских ватсап-чатах, даже представить страшно, но вот по своему опыту скажу, уже начался сбор подписей за то, что все мы отказываемся от участия в этой московской электронной школе. Вот что это такое, давайте все-таки попробуем разобраться. Для этого мы пригласили в гости Михаила Лавренко, начальника отдела информации, информатизации образования, Министерства образования и науки Хаваровского края. Михаил Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Самая страшная страшилка, которая ходит вот эти дни по тем же ватсап-чатам, нас подключает к этой системе, чтобы всех перевести на дистанционное обучение. Что скажете по этому поводу? Такой задачи не стоит. Если говорить о самой системе, это, в первую очередь, информационная система, государственная информационная система города Москвы. И состоит она из двух основных компонентов. Это, собственно, система, цифровая образовательная платформа цифрового контента, при помощи которой можно организовывать обучение с использованием цифровых технологий, с элементами электронного обучения. Ну, если описать сценарий использования этой информационной системы, то может выглядеть примерно следующим образом. Учитель на уроке в школе очень, очень, очень приходит на урок. Если есть хотя бы один компьютер, подключенный к сети интернет, и есть средства визуализации, типа проектора, интерактивной доски, интерактивной панели, то учитель, войдя в информационную систему, может воспользоваться для проведения уроков одним из нескольких десятков тысяч сценариев, которые там существуют. Сценарии разработаны и московскими учителями, и учителями других регионов, прошли оценку методической службы города Москвы, рекомендованы для использования. То есть педагог в ходе урока может организовывать фронтальную работу с классом, объясняя учебный материал с использованием тех цифровых ресурсов, которые в этой информационной системе содержатся. Если необходимо организовать деятельность учащихся на уроке с использованием этой же информационной системы, то есть вторая линия сценария, это то, что должен делать учащийся на уроке. Различные задания, самостоятельные работы, какие-то контрольные мероприятия выполнять. Причем система имеет возможность учета индивидуальных особенностей каждого учащегося и каждому выдавать задания с учетом его возможностей и того, что ему необходимо в рамках данного предмета подтянуть. Это ключевой принцип индивидуализации обучения, как в бизнесе есть такой термин, как клиентоцентричность. Нам подобные инструменты позволяют обеспечить принцип ученикоцентричности, когда ученик находится в центре системы образования и вся система подстраивается под него, в том числе с использованием цифровых технологий. Если есть соответствующие возможности дома, доступ в сеть интернет, компьютер, то можно выдать в системе домашние задания в электронном виде, которые будут выполняться, проверяться автоматически. Ну, собственно, это же и сейчас происходит в том числе, я имею в виду домашние задания и в дневник РУ. То есть дети задания, ну мои, по крайней мере, очень часто смотрят именно в дневнике РУС. На это все переполошились, да, Нина? Да, на самом деле нашим телезрителям не совсем понятно, зачем мы меняем, по сути, шило на мыло. Во-вторых, родители пишут, однозначно нет, уже начитались отзывов, мэш по отзывам неудобно и часто виснущая платформа. Именно поэтому говорят, неужели нельзя было, если уж так хотим, перейти на какую-то другую платформу, разработать ее здесь, в Хабаровском крае. И сразу еще опасаются, что все это просто приведет к 100% платному образованию. И, кстати, сразу еще задам один вопрос про то, что дневник РУ все покупали, вот как будут тут родители переводиться на новую систему? Вот, да, оплата, вот ключевой, наверное, вопрос. Отличный вопрос. Он начался с того, что нельзя ли такую систему разработать в Хабаровском крае. Вообще, разработка информационных систем серьезных, это достаточно дорогое удовольствие, потому что здесь работают профессионалы в различных областях IT-технологии. И плюс разработка образовательного контента, который от Московской электронной школы есть, а в дневник РУ его нет. То есть дневник РУ это в чистом виде система электронных дневников и журналов. И чтобы там разместить какое-то задание домашнее, педагог сначала должен его разработать, создать, а потом туда положить. А в Московской электронной школе эти задания уже есть. На них можно просто сделать ссылку и дать на выполнение в таком электронном, в цифровом виде школьникам. По поводу платности. То есть правительство это государственная информационная система города Москвы. Она существует и работает в рамках правового поля города Москвы, существует постановление правительства города Москвы об этой государственной информационной системе. Это не только Московская электронная школа, кстати, там несколько шире. Она называется комплексная информационная система государственной услуги в сфере образования. И включает в себя там целый ряд информационных систем образовательных, там запись в детский сад, запись в школы, регистрация на Олимпиады, регистрация на ЕГЭ и в частности Московскую электронную школу вот из этих двух компонентов, контент плюс электронные дневники, журналы. Так вот, в свое время правительством города Москвы были потрачены деньги бюджета города Москвы на разработку и внедрение этой информационной системы, а сейчас тратятся средства на ее поддержку, модернизацию и сопровождение. А по договоренности между правительством Хабаровского края и правительством города Москвы, нам эта информационная система Хабаровскому краю в пользование по сервисной модели предоставляется бесплатно. А родители не будут ни за что платить? Бесплатно для всех категорий, для бюджета Хабаровского края, для школ, для родителей. То есть вот в отличие от дневника РУ, где отдельные компоненты являются платными, например, мобильное приложение или там календарно-тематическое планирование, тут уже учительская кухня, значит, эти возможности в дневник РУ платят. А кто уже заплатил за дневник РУ? Деньги вернут? Ну, уже попользовались, как обычно. Вот на сегодняшний день все школы Хабаровского края продолжают использовать дневник РУ в своей работе, потому что внедрение любой информационной системы – это процесс. Извините, вас прерву, потому что там давно уже дожидается человек у телефона. Это кто у нас? Александр, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер, губерния. Здравствуйте. Меня зовут Александр, отец двоих школьников. У меня такой вопрос вот про дневник РУ. Мы, насколько я знаю, начали его внедрять, по-моему, 2014 или 2015 года. В последнее время все это дело отладилось, и дети начали понимать, как в нем работать, родители начали понимать, преподаватели тоже. Зачем тогда сейчас приходится ломать и менять на вот эту новую московскую систему? Хорошо. Вопрос понятен. Да. Задача смены платформы электронных дневников и журналов не стоит. Мы внедряем другую информационную систему. Это система – цифровая образовательная платформа, которая содержит учебный контент цифровой. Это в первую очередь. То есть нужно начать использовать именно вот эти возможности, которых нет, еще раз повторяю, в системе дневник РУ. Вместе с тем, в Московской электронной школе существует вот этот компонент электронных дневников и журналов свой, реализован. И при его использовании там возникают дополнительные преимущества, связанные, например, с выдачей, исполнением и контролем выполнения школьниками домашних заданий. Как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Поэтому есть, конечно, определенная целесообразность со временем, на каком-то этапе, внедрив систему, вот этот МЭШ как цифровую образовательную платформу, начать пользоваться и теми... То есть, чтобы просто было понятнее зрителям. Сейчас речь, вот на данный момент, не идет о замене одной системы на другую. Сейчас речь идет о том, что как пользовались дневник РУ, ну, там, смотреть домашние задания, оценки там и прочее, так и пользуемся. Просто добавляется еще одна система, в которой, ну, вот будет происходить там обучение как в классе, так и на уровне домашних заданий. Ну, грубо говоря, две вкладки должны быть на компьютере, правильно я вас понимаю? Да. То есть, на этом этапе мы говорим об этом, о внедрении вот цифровой образовательной... МЭШ как цифровая образовательная платформа. Но в перспективе возможный переход. Да, в перспективе, да. Это целесообразно, потому что это будет удобнее для всех. Это одна точка входа. Не нужно входить там в несколько информационных систем, в дневник РУ для одной цели, в МЭШ для другой цели. Можно передам еще одно опасение. Как всегда, люди всего боятся, в том числе боятся передачи персональных данных. Они боятся, что вот это вот послужит прикрытием для мошенников? Есть какая-нибудь опасность? Кстати, о дневнике РУ? Ну, вот дневник РУ, мы же говорили в начале об этом программе. Насколько я помню, тогда тоже собирали персональные согласия на обработку персональных данных. Я же не ошибаюсь? Да. Ну, вообще все такие вещи происходят в рамках существующего в Российской Федерации правового поля. Есть федеральный закон 152-й персональных данных, который определяет там права субъектов персональных данных и обязанности операторов персональных данных. Там все четко прописано. То есть, если не соблюдать эти требования, это прямое нарушение законодательства, там со всеми вытекающими последствиями, административной ответственностью для нарушителей этого закона и так далее. Да, действительно, есть определенные условия обработки персональных данных, которые прописаны. В некоторых случаях обработка персональных данных допускается без согласия субъекта, но в большинстве случаев для этого необходимо согласие. Особенно согласие необходимо при передаче персональных данных на обработку третьей стороне. У нас с точки зрения взаимоотношений юридических, операторами персональных данных являются школы общеобразовательные, с точки зрения терминологии этого закона. То есть, школа определяет цели обработки персональных данных, она должна выполнять там требования определенные. Но когда школа в целях реализации общеобразовательной программы, в целях своей основной уставной деятельности, использует сторонние информационные системы внешние, которые операторами... Здесь не требуется разрешение. Но вот людей волнует, насколько защищены будут персональные данные, которые попадут вот в эту московскую электронную школу. А это уже требования к оператору информационной системы. То есть, есть понятие оператор персональных данных, это школа. А оператор в Москве сидит? Оператором персональных данных, оператором информационной системы, комплексной информационной системы государственной услуги в сфере образования, в которую входит МЭШ, является Департамент информационных технологий города Москвы, в соответствии с постановлением правительства Москвы, которое определяет положение об этой информационной системе. То есть, это структура правительства города Москвы, орган исполнительной власти, такого субъекта Российской Федерации, как город Москва. Спасибо большое. Короткое уточнение. Дневник.ру – это что же не местная разработка? Дневник.ру – это коммерческая информационная система. Оператором является ООО «Дневник.ру». А они где сидят? Они в Санкт-Петербурге находятся. Просто, чтобы понимать. Мой Иванович, огромное спасибо. Я просто предлагаю пока прерваться. Наверняка, когда заработают… Да, взять какой-то люфт небольшой. Да, да. Давайте подождем, когда новая порция вопросов придет, тогда снова вас позовем. У нас в гостях был Михаил Лавренко, начальник отдела информатизации Министерства образования Хабаровского края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...